Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Твоя воля, она должна выбрать, она решить, с кем тебе быть, куда тебе идти, во что тебе верить, как тебе жить. И поэтому Бог говорит, что Дух Святой, которого Он послал в нашу жизнь, Он будет твоим самым главным помощником. И самым лучшим помощником. Аллилуйя! Поэтому, когда Иисус ушел, ученики, вы помните, они так расстроились, и они говорили, ой, Иисус, почему ты уходишь? Как мы будем здесь одни? Как мы без тебя? Но помните, что сказал Иисус? Он сказал, лучше будет, если я уйду. Они никак не могли понять, как это им будет лучше без Иисуса. Но Он сказал, лучше, потому что Он пришлет лучшее. И Он сказал, придет Святой Дух, и Он будет жить вас, Он будет учить вас, Он будет ободрять вас, Он будет исправлять вас, Он будет воспитывать вас. Слава Богу! Аллилуйя! И Павел говорит, вы не останетесь одни, вы не будете сиротами, потому что Дух Святой будет говорить все, что Он услышит от меня. Он много говорил об этом, и Он говорил притчами. И вот просто я хочу прочитать вам Евангелие от Марка, когда Иисус говорил о сении жатве. Все тут прекрасно знают эту притчу, о сении жатве. Я не буду о ней говорить, но я хочу сказать, что сказал Иисус. Смотрите, когда Он рассказал эту притчу, Он сказал такие слова. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Интересно, ведь всегда Бог Сам их сотворил с двумя ушами. У вас же есть уши, друзья? Почему Иисус говорит, что кто имеет уши слышать, да слышит? Потому что есть вещи внутренние, да? Внутренние такие вещи, которые как бы не все их могут понять, не все их могут услышать. Но что Он говорит дальше? И когда же остался без народа, окружающие Его вместе с Ним с двенадцатью спросили Его о притче, и сказал, вам дано знать тайны Царства Божия. Кому дано это знать? Нам, ученикам Иисуса Христа. И Он говорит, а тем внешним, то есть это был, так сказать, ближний круг Иисуса, Его внутренний круг, и Он сказал, что вам дана такая привилегия знать тайны Царства Божия. А тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, ушами слышат и не разумеют. Интересный разговор, да? Интересный разговор, потому что Иисус хотел до них донести то, что, понимая духовные законы, понимая духовные принципы, они отличаются от людей этого мира. В Калининхе, что душевный не разумеет духовного, а духовный что? Он понимает. И поэтому он к ним обращался, он видел их как духовных, и он говорит, понимаете, что для вас, для вас это по-другому будет все выглядеть. Если человек просто слушает эту притчу, он думает, это просто для сельского хозяйства, да? Лекция для сельского хозяйства. Как нужно садить правильно, как нужно садить неправильно, где вырастет, где не вырастет. И он говорит, что это люди, которые не понимают внутренних вещей, они не понимают тайн, они не понимают глубины, они это воспримут, да, как притчу, как лекцию о том, как нужно сеять и как не нужно сеять. Но в притче Иисуса был другой смысл. Аминь. Там был глубинный смысл. И он говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам разуметь все притчи. Поэтому Иисус подчеркивает, что в каждой его притче, в каждой его истории, помимо внешнего облика этой притчи, да, иллюстрации, всегда что есть? Внутреннее значение. Глубокое значение. И именно в этом и есть суть каждой притчи. Правда? И он сравнивает и говорит, да, есть люди внешние, и есть люди внутренние. Поэтому мы сегодня об этом говорим, что не все то, что как бы люди слышат, они не все это понимают, говорит Иисус. Потому что духовный, сказано, разумеет обо всем. А где у нас духовный человек, еще раз напомню. Где он? Он в нашем духе, правда? Кто открывает духовные вещи? Дух Святой открывает духовные вещи. Слава Богу! Смотрите. И он еще говорит в Матфея. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Ну, худое, значит, они не худые, а плохие. В те времена худое означало плохое. Сейчас худые наоборот говорят. Мы худые, у нас все хорошо. Здесь немножко опять другой смысл. То есть мы везде должны как бы разбираться, о чем Иисус говорит. Худые деревья, толстые деревья. Вообще, где смысл? А смысл в том, что всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете. И вот иногда кажется Иисусу как-то запутанно иногда он все рассказывал. Какие-то деревья худые, не худые. Кого-то срубают, бросают в огонь. По плодам их узнаете. И ему нужно было расшифровывать свои притчи. Ему нужно было изъяснять свои притчи. Истолковывать. Для чего? Для того, чтобы ученики увидели эти тайны царства. Чтобы они поняли тот внутренний смысл. Тот контекст, который имел в виду Иисус. И поэтому точно так же, как дерево, они, деревья, они тоже все похожи. Правда, деревья похожи или нет? Мы говорим, это дерево, а это трава. Отличаются они? Отличаются. Но они же все разные, эти деревья. То же самое, вот сидят люди. Вот они все сидят и все люди, но они все отличаются. Правда? И он, когда говорит про деревья, он же имеет в виду людей. Он же не имеет в виду деревья. Правда? И вот этот внутренний смысл, он говорит, что как внутреннее становится внешним. Как скрытое тайное становится явным. То есть пока не появятся плоды на дереве, они все одинаковые. Но вот появились плоды, видно, это груша, видно, это яблоня, видно, это желуди, это значит дуб и так далее. То есть многие вещи, которые мы сначала не видим и не понимаем, вообще я понятно говорю сегодня, нет? А то жарко, может быть, не все понятно будет. Многие вещи, которые, как вы знаете, они сокрыты. И есть внешняя часть, и есть сокрытая часть. Но Иисус говорит, что вот эта сокрытая часть, она является самой главной. Слава Богу! Потому что то, что сокрыто в дереве, оно проявляется, когда появляются плоды. И поэтому также Иисус говорит, конечно, конечно, мы все живем, мы все что-то делаем, мы как-то чем-то занимаемся, но Он говорит, настоящая ясность приходит, когда есть плоды, плоды в нашей жизни. Аминь. По плодам их, Он говорит, что? Вы узнаете. Знаете, плоды – это показатель такой ясности, я бы сказал. Потому что когда все деревья, они как бы все деревья одинаковые, и трудно различить, кроме специалиста, да, специалист может разобраться, скажет, ой, это дерево такое, там такие-то листья, тут такие-то листья. Но когда приходит время или сезон урожая, все становится понятным и очевидным. И поэтому Господь говорит, то, что мы сеем духовное, оно тоже проявится, оно тоже будет явным. И тот, кто не занимается духовной своей жизнью, это тоже будет понятно. Это тоже будет видно. Почему? Потому что плоды, они говорят о том, что было внутри. Это могут быть хорошие плоды, и это могут быть плохие плоды. Мы можем кого-то винить, кого-то ругать. Я не виноват, что у меня репейники растут, да, я не виноват, что у меня одни колючки, я там не виноват, что у меня... Но плоды говорят, что это было посеяно. Плоды говорят, что это было внутри. Через время это все проявилось. И почему я это сейчас говорю? Потому что духовные вещи, они тоже невидимые. Вот знаете, вот не видно, кто молится дома, кто не молится. У вас же нет вот такая карточка на свой. Я там молюсь столько-то, я вот там духовное время провожу с Богом столько-то, я там-то... Этого не видно. Но через время оно все проявляется, и все становится понятным. Духовный человек, он недуховный или душевный он верующий, или плотковый он верующий. Потому что такие термины тоже есть в Библии, да, и душевные. Говорят, не плотские ли вы, говорит апостол Павел, да? Недушевные ли вы? Недуховные ли вы? Почему? Потому что то, что сеется в человеке, через время оно проявляется. Конечно, этого не видно сразу, и поэтому иногда человек, знаете, он как бы думает, ну, никто же не видит, чем я там занимаюсь, никто же не видит, как я живу, никто же не знает, что я там внутрь себя вкладываю, да, что я смотрю, что я слушаю, что я думаю. Но это только на первое время окажется, что это не видно. Через время это все проявляется. Это все проявляется. И поэтому Бог, он напоминает нам и говорит, что «Сеющий в плоть, от плоти что он пожнет?» Ничего не пожнет, да, тление. А сеющий в дух, он пожнет жизнь вечную. Он пожнет вечные ценности. И поэтому, когда у нас стоит выбор, например, между внешним и внутренним, большинство людей, к сожалению, отдают приоритет внешним, потому что внешнее – это видимое, внешнее – это то, к чему мы привыкли. И сейчас мы посмотрим одну историю, она – это известная история. Иисус с учениками отправляется в плавание. Это Марка 4 глава, написано «И поднялась великая буря». Ну, все мы знаем эту историю, да? «Поднялась великая буря». То есть, когда они отправлялись в плавание, было все хорошо, было все спокойно. Мы иногда не знаем, что будет дальше в нашей жизни. Да, какие события произойдут завтра, послезавтра, через месяц, через год. Никто не знает, да? Мы бы хотели знать, но что? Мы не всегда знаем. И вот я думаю, что когда они отправлялись в плавание, была прекрасная погода, не предвещала ничего, никаких бурь, никаких штормов. Но написано «поднялась», причем какая? «Великая буря». Великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. Ну, представляете, да? Вода прибывает в лодке. А если вода прибывает в лодке, значит, что? Можно утонуть. И посреди вот этого всего хаоса, бури, воды, паники в лодке у учеников, а он спал на корме на возглавии. Вот интересно, да? Вот противоположность. Вот мы говорим сегодня о дуализме, да? Противоположность. То есть на фоне бури, на фоне того, что там они сейчас потонут, на фоне вот этого ветра, кто-то посреди всего этого шума, хаоса, страха, просто что? Просто спит. И вы знаете, это не укладывается в голове. Это укладывается в голове? В нормальной человеческой голове это не укладывается. И ученики, они возмутились. Они, написано, что там дальше? Они его будят. Знаете, его еще надо было разбудить, оказывается. Он не просто, знаете, иногда такой сон бывает, такой чуткий, там кто-то скрипнул, и уже ты проснулся. Они там его будили Иисуса. Думаю, ничего, он там спит. Тут уже дело пахнет керосином, как говорят. Они его будят, они его будят. И говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? Мы погибаем! Знаете, вот у страха глаза все-таки велики. Они еще не погибли. Да, они еще не погибли. Но что они видят? Они видят себя погибающими, умирающими. Они же, возможно, видят, что их уже похоронят дома, что вот они не вернутся домой. Знаете, вот люди, они очень часто себя дорисовывают картину, которой еще нету. Вот такие мы художники, да? Еще никто не утонул, они уже все, они там уже видят, как они тонут. Там их едят рыбы, там и там все уже, они задыхаются там в воде, и все. Очень страшно, правда? Очень страшно. Иисус, тебе нет дела. И вот иногда верующие тоже, знаете, вот когда, почему вот нужно жить по духу, друзья? Потому что, когда мы живем по плоти, мы только по плоти все видим внешнее. А внешнее, оно очень часто такое пугающее. Сейчас тоже такое пугающее время, и то там заболели, и то случилось, и вот это произошло, и то такая, знаете, такая буря в стакане, такая все, прям все, уже все погибнут, все, все умрут, там все. Иисус, ты где, Иисус? Знаете, Иисус как-то спокойно относится ко всем нашим проблемам. Ладно бы Иисуса не было в лодке в нашей жизни, правда? Но Он же в лодке, Он же в нас, Он с нами, но у Него почему-то отсутствует страх, у Него отсутствует паника. Не знаю, был ли на Нем спасательный жилет даже или нет, но Он абсолютно спокоен, и это прямо выводит учеников, они прямо там бесятся так, вот тебе дела нет, да? Тебе вообще все равно, да? Ты нас заманил на эту лодку, мы поплыли с тобой на служение там куда-то, и вот теперь мы тонем, а ты спишь, и ты даже ничего не делаешь. Но, знаете, когда Иисус проснулся, что Он стал делать? Что Он стал делать? Он не стал на них кричать, «Эх, вы такие двоечники, опять домашнее задание по украшению бури не выполнили, опять вы, короче, вот все такое». Нет, Он встал, Он встал, написано это, написано же, что Он встал. Он запретил ветру и сказал море, умолкни, перестань. Все просто. Вообще просто, очень просто или нет? И мне интересно, что Иисус говорит ветру и море как какому-то человеку. Представьте, какой-то человек там разбушевался, нам зашел, и Он видит вот эту ситуацию, именно так Он говорит, замолкни, перестань. Оказывается, Иисус с ветром разговаривал, с морем разговаривал, с деревьями, с горами. Кажется, как-то странный такой Он был, да? На фоне вот всего того, что нам кажется не странным, а для Бога остальное странное. Почему? Потому что что Он говорит им дальше? Что Он говорит дальше? «Ветер утих, и сделалась великая тишина». Вот, когда буря, Иисус даже не кричал на его учеников, говорит, «Буря такая, шум, они меня не поймут». Знаете, когда в классе громко, тоже ученики не понимают ничего. Надо, чтобы в классе было, что? Тихо. И вот наступила тишина, говорит, «Теперь они меня поймут и услышат». И что Он нам говорит? «Ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал, «Что вы так боязливы?» Вообще, хороший вопрос, да? Что, непонятно, о чем мы боязливы? И что, на пустом месте просто мы испугались, да? Все было хорошо. И вот нам иногда кажется, что Бог, разве ты не понимаешь меня? Разве ты не понимаешь мою ситуацию? Ты не понимаешь мою проблему? И ты еще спрашиваешь, почему я так себя веду? Почему я так ору? Почему я там то? Почему я там все? Он говорит, «Почему вы так боязливы?» Ребят, «Что случилось вообще? Буря, что ли? Ничего страшного. Тонете? Ничего страшного. Тебе все ничего страшного. Тебе все ничего страшного. Да, Бог говорит, не бойся. Я с тобой. И что ты боишься? И вы знаете, вот очень часто мы видим все, но не видим Иисуса. Не видим ответ. Не видим огромного великого Бога. Посреди чего? Посреди вот каких-то событий. Они забыли, кто такой Иисус. Они вообще потерялись. Просто их одно возмущало, что они выходят из себя, а Он ничего не делает. Если бы Он с ними там тоже кричал бы, «Мы тонем! Мы тонем!» Они бы вспоминали, да, наш человек. Такой же, как и мы. Нет, Он был не такой, как они. И поэтому мы должны стать другими, друзья. Скажи на это Аминь. Как у вас нет веры? Знаете, вот как будто бы Он всем раздал. Он говорит, «Я знаю, что у вас есть вера. У вас тоже есть вера. У меня есть вера. У всех верующих есть вера. Говорит, что я вам веру не дал, что ли?» Мы перед путешествием я всем раздал по вере. Куда вы ее дели, эту веру? Вы что делаете вообще, да? Вы боитесь? У вас раз... И смотрите, Он говорит, «Вы боязливы, как у вас нет веры?» Когда мы начинаем бояться, друзья, когда мы смотрим на внешний мир, когда мы смотрим там на эти бури, на эти ветры, на то, на сё, и мы забываем-то, имейте веру в кого? В Бога. Приходящий Бог должен веровать, что Он есть, да? Ищущим Его воздаёт. Говорит, «Вы забыли вообще, кто с вами в лодке? Вы забыли, что вы верующие? Вы забыли, кто?» На возглавии вашей жизни, на корме, то есть на первом месте, как вы говорите, «Господь, ты же у меня главный, ты же у меня главный в жизни». Да, Он был на корме, самый главный, но они Его не видели. Они видели всё, но они видели Иисуса. И дальше что Он говорит? Он уже ничего не говорит, Он задал два вопроса, и что? «И убоялись страхом великим». Вы знаете, интересно, плоть, она всегда боится. Она боится внешних проблем. Потом Иисус им сказал, а она опять боится. Да когда же она успокоится уже, да? Когда она успокоится, и всегда она чего-то боится, и всегда она чем-то недовольна, это плоть, да? Вы замечали за собой такое? Что ещё ей нужно? Ей нужно умереть, да? И смотрите, «И говорили между собой». А кто между собой? Все, наверное. Кто же это? Думаешь, Господи! Представляете, вот иногда я читаю и думаю, вообще, как он с этими учениками там вообще находился? Они говорят, «Кто это?» Вы не знали, кто это, да? Он вам не говорил, он сам говорил, кто он? И они такие, «Кто это, ребята?» «Кто это такой?» «Кто этот?» «Что и ветер, и море повинуется ему?» Здрасте, да? Здрасте называется. Всё сначала. Всё сначала. И поэтому вот иногда мы в таком состоянии, вроде бы все верующие, а потом, а где же Бог-то в вашей жизни, да? А мы про Бога-то и забываем. Их, а кто это такой, Господи? Кто это? Да, мы начинаем удивляться, когда слышим, Бог в чьей-то жизни какое-то чудо совершил, что-то там произошло, там, да, мы сегодня слушали, там, финансовые чудеса, и кто-то думает, почему у меня только всё горит, ничего нового не появляется, у меня новое даже ломается. Понимаете, это вот то, что Бог, говорит, должно уйти из вашей жизни. Вот это внешнее, да? Потому что внешний, внешний человек, старый человек, его жизнь, она, знаете, такая бесперспективная. Вот бесперспективная жизнь, по-своему какие-то страхи, какие-то разочарования, вот всё какое-то недовольство. Понимаете, вот о чём речь? Они бы были счастливы, что они с Иисусом в лодке, и говорили, да, да, Господь, Ты же с нами, что нам буря, что нам гром, что нам там в какой-то детской песенке поётся, да? Вот, с нами же Иисус! Но, очень часто мы почему-то забываем. Именно в тот момент, когда надо вспомнить про Иисуса, мы забываем, что Он с нами, что Он с нами, Он в нашей лодке, или мы в Его лодке, а? Как лучше сказать? Никто ничего не говорит. Как же правильно? Халлелуя! Слава Богу! Поэтому Иисус, Он что всегда говорил? Прибудьте во Мне, и Я в вас. Прибудьте во Мне, а Я в вас. Вот поэтому мы часто забываем и начинаем бояться того, чего нам не нужно бояться, переживать, когда нам не нужно переживать. потому что сам Иисус, да, сам этот мир Божий, шалом, был вместе с ними, а в них ни капли этого шалома-то не было. Там только что была паника, шторм. О, Господь, да, как вот у нас с нами, думаешь, Господи, действительно, какой Ты долготерпеливый, человеколюбивый, милосердный, ну, слава Тебе, Господь! А так бы Иисус, так, знаете, вышел бы из лодки, тоните вы тут уже все, надоели, да, и пошел бы домой там. Смотрите, почему Иисус, Он и говорит, что находясь в этом мире, в этом мире греха, да, написано, весь мир лежит во зле, Иоанн, Иоанн уже говорит, не любите этот мир, да, этот злой мир, этот греховный мир, не того, что находится в этом мире, да, почему? Потому что вот это все внешнее, что оно нас так привлекает, Бог говорит, посмотрите на этот мир другими глазами. Аминь. Потому что, если кто любит мирское, то в его сердце нет любви к Отцу. Ведь то, что в мире, это все, чего жаждет наша греховная природа, все, чего жаждет наш взор, все, о чем, все, чем люди так гордятся в этой жизни, все это не от Отца, но от мира мир уходит в небытие вместе со всеми страстями, которые он порождает. Но тот, кто исполняет волю Божью, живет вечно. Понимаете, вот то невидимое, да, то невидимое, не видел то глаз и не слышал то ухо, да, но что Бог приготовил любящим его. И филиппинцам написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, какого ума? Ну, ветхого ума, необновленного ума, да, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Если бы они это видели, если бы они в это верили, у них бы не было этой паники, у них бы не было этого состояния. Но я, конечно, думаю, что Иисус, как и мы, вместе с учениками, проходим эти уроки в своей жизни, правда? И Он знает, что мы все пройдем эти уроки. И когда в нашей жизни придет буря, и мы не будем бояться, тогда Иисус скажет, ну, они точно уже в Меня поверили. Они точно знают, что они во Мне, а я в них нахожусь. Потому что у них есть мир Божий, который превыше вот того, что, того хаоса, тех бури, да, тех страхов, того, что творится в этом мире. И на это ты можешь сказать Аллилуйя. Слава Богу. О, Аллилуйя, мало было. Смотрите, Бог проводит нас часто через такие моменты для того, чтобы мы поняли, что мы должны отказаться от старого и полностью сосредоточиться на новом. И когда, так сказать, штиль в жизни, у нас нет такой необходимости, да, что нам так нужен Бог, что нам так нужна Его помощь. Но когда приходят какие-то проблемы, мы очень негативно на них реагируем, на проблемы, правда, на трудности, мы не хотим их. Но апостол Яков говорит, что это должно нам, наоборот, помочь. Да, когда приходят, говорит, испытания, что делаете? Радуйтесь. Почему? Потому что, когда вы поймете смысл вот этих разных испытаний, это поможет вам быстрее освободиться от старого человека. Аминь. От ветхого человека, который истлевает, написанное в обольстительных, похотях. И когда Бог с нами начинает работать, многие верующие этого не понимают. И они кричат, о, это, наверное, дьявол, это его дела, это он на нас нападает, это он. А Бог говорит, ребята, подождите, я просто хочу, чтобы ваша скорлупа, вот это вот, наконец-таки, она что? Отвалилась от вас, чтобы, наконец-таки, то, что в вас вложено, духовное, оно начало править. Но мы, порой, наоборот, еще больше в эту скорлупу закрываемся, вот в этот футляр закрываемся, что, что думаем, о, всякий, кто хочет этот футляр открыть, это очень плохо. Но вы знаете, многие вещи мы носим, особенно ценные вещи мы носим в футлярах. Правда или нет? У вас есть какие-то футляры? Там, для очков, для чего еще футляры есть? Для телефонов есть футляры, правда? Для инструментов есть футляры. Аллилуйя! Ну что, ценное футляр или то, что вы в футляре? Что? Почему? Поэтому этот футляр мы и носим, чтобы вот это ценное, оно было защищено. И вот наша старая природа, она вот как футляр. она не хочет, чтобы мы открылись от этого футляра и наконец-таки открылась наша сущность во Христе Иисусе. Понимаете? И человек своими силами старается удержать эту жизнь в футляре. Потому что, как только Бог начинает открывать крышку этого футляра, мы начинаем пищать, верещать. О, не надо, не надо! Закрывайте быстрее! Закрывайте! Так Бог говорит, так я и хочу, чтобы этот футляр ушел из вашей жизни. Иисус говорит, если семя не умрет, оно останется одно. Вот эта оболочка, вот этот футляр, он не позволяет Богу раскрыться в нас. И 25 лет прошло, пока Авраам поверил в Богу, и у него родился сын обетования. Она пришла от Духа Святого, что написано, как Бог Духом Святым помазал Иисуса Христа из Назаретов. И Бог хочет научить нас увидеть другую реальность, увидеть другую перспективу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok